Друзья, здравствуйте! Вы на канале Русма Ченнел. Друзья, всем доброго дня! Моя супруга Наташа. Мы сегодня, как видите, на даче. Ну, в общем, решили на даче сделать дегустацию, устроить дегустацию консервов. Консервы, грубо говоря, как походная еда, да? Ну, она, грубо говоря, может для дачи подойти и для всего. Значит, мы как-то дегустировали с тобой еду в пакетиках, которые там тоже надо было разогревать. Ну, что-то там, как бы, не все понравились. Не знаю, я как-то, может быть, консервам больше доверяю. Но для этого у нас сегодня четыре образца. Четыре образца всей одной фирмы. Вот такие вот, я вам представлю. Сейчас это фирма Совок, Калининградская область делает. Значит, у нас тут голубцы ленивые, каша перловая с говядиной, каша рисовая с говядиной и каша гречневая с говядиной. Все три каши и одни голубцы. Значит, по акции, друзья, цена у всех одинакова. По акции было 129 рублей, а здесь вот, ну, 130 кг. Кругляем рублей. Значит, сейчас мы приготовили четыре емкости, четыре тарелочки. Будем по очереди пробовать каждую. Будем порцию выкладывать в тарелочку, разогревать в микроволновке. И будем дегустировать с вами делиться, стоит ли эту еду брать с собой или не стоит. Съедобная она или несъедобная. Так, в магазине купили под это дело еще немножко черного хлебушка. Ну, не хлебушек, а краюшки или как они называются, да, ржано-пшеничные. Так, начнем, друзья, наверное, каша перловая с говядиной. Я так думаю, что это моя не очень любимая каша. Не очень любимый мой. Любимый, любимый. Да. Полюбишь. Да. Я не знаю, как мы все это сможем съесть. Блин, нифигасе. Такое количество, слушай, ну такая крупная. Так, это не перемолотое. Да, да, это не перемолотое, не хлопья овсяные. А вот, блин, таким комком. Но сейчас разогреем, мясо видно. Пахнет вкусно, пахнет тушенкой. Так, все, выкладываем в тарелочку и в микроволновку, да? Так, пора. Пока разогревается что-то уже, да, на 2-3 минуты, может, многовато. Сейчас, минутку еще. Пока греется, друзья, наш первый образец. Хотел вам показать, значит, сроки хранения у этих продуктов. Значит, 2 года все каши, вот эти вот, а голубцы 30 месяцев. То есть, получается, 2,5 года голубцы даже больше хранения. Состав идентичный абсолютно у всех каш. Вот только что, значит, на первом месте вот здесь говядина, как и везде. Дальше. Крупа рисовая, вода, жир свиной, лук, соль, перец черный. Отличается только, соответственно, крупа рисовая, крупа перловая, крупа гречневая. В голубцах состав, значит, на первом месте, по-моему, я считал уже свинина, да. А потом мясо птицы, говядина на третьем месте, капуста, вода, рис, жир свиной, лук, паста томатная, морковь, соль, масло растительное, сахар, перец черный молотый, перец черный душистый. Вот, так что, так, первый образец подогрелся, вытаскиваем. Так, образец один, образец один, не знаю, так видно, прямо на консерву поставлю. Вот так по-деревенски будет. Образец один, пробуем. Запах вкусный. Консистенция каши вот разогрелась, посмотрите, она такая вот, да, не сухая, как с мясом, жирок этот, видимо, в мясе растопился. Выглядит и пахнет аппетитно, пробуем на вкус. Так, я с хлебушком. Хлеб тоже вкусный. Все вкусно, на даче все вкусно. Но не противное. У тебя не противное, не противное. Не знаю. Соли хватает, всего хватает, да, на вкус и мясо. Прилично. Зон такая не сухая, вот эта, где мажор растопился. Каша не сухая. По млинечку. Крупа прямо крупная. Слушай, ну, не каша, вот я не знаю, рисовая будет как. Рисовая, наверное, комком там. Хотя, может быть, едет. Ну, очень даже прилично, я считаю, что, да. Вот хотя, вроде бы, мои нелюбимые перловые, я не очень люблю перловую крупу. Почему? Ну, не знаю. Я какого-то вне вкуса не понимаю. В перловой крупе. Гречки свой, в рисе свой как-то, ну, не очень. Пятно. Да. Я считаю, что она какая-то более, какая-то, как диетическая, для детских садов, для каких-то санаторий, для школ, для каких-то, знаешь, для общепита. Перловая крупа как-то. Дома ее не все, не всегда, мне кажется. Не часто варят. Чаще всего какая-то гречка. Ну, может быть. Может быть. Ну, что, первый образец, я думаю, ничего. Потом так, наверное, оценим. Доедим сейчас, друзья. И будем разогревать второй. Так, открываем образец номер два. Наташа еще перловую доедает. Очень приличную. Это вот то же самое, как я говорю, как вот отдельно сварить перловку и отдельно банку тушенки добавить, да? Все один в один. Только все это на заводе уже сделано за нас. Все как бы очень прилично. Еда рабочего человека, да? Пожалуйста. Да и не только рабочего, я думаю. Кстати, написано консервы класса премиум. Так, открываем рис, смотрим, что там за консистенция. Ну, рис тоже здесь что-то так с говядиной у нас, да? Ну, здесь пока она замерзла, все комком разогреется, оно будет, наверное, лучше. Выглядит, пахнет нормально. Вот мне интересно, просто рис обычно чаще, наверное, в такой комок вообще сваривается. Вот, посмотрим, будет ли так. Вот, друзья, на срезе, да? Посмотрите, как мясо хорошо видно, волокна говядины. То есть, ее тут достаточно много, и это не просто какой-то фарш, а прямо мясо вот, кусочки, как тушенка. Про перловку, Наташка, скажи. Вот мы сейчас только поели, да, ее? И на послевкусие ощущается, что немножко многовато перца на наш вкус. Да, перченая. Не знаю, как в рисе будет, но вот в перловке мы отмечаем, что на вкус, в послевкусие перченая. Немножко больше, чем на наш вкус положено. Так, образец номер два. Рис, рис изогрелся, но он-то, блин, но он больше, мне кажется, слипшийся такой, чем перловка. Сейчас попробуем на вкус. На вкус. Ну, достаточно мяса много. Давай, Наташка. Торелку двигай. Моя лилка или твоя? Все. Так, ну, давай, пробуем что-то мыть. Что-то, блин, она больше слипшаяся каша, чем перловка. Ты знаешь, на удивление, я бы, наверное, даже предпочел бы перловую, чем рисовую. Что-то рисовая как-то. На мой вкус. Какая-то она более слипшаяся. Ну, мяса достаточно много, правда? Да. Здесь, кстати, по-моему, перца столько нету. Но я пока не чувствую. Так, Наташка, ну, твой вердикт по образцу номер два. Съедобная. Съедобная, но я на первое место пока поставлю перловку. Да, несмотря на то, что она перченая, я говорю, мне не понравилась консистенция. Она немножко более тепнёй такой. Рис переваренный. Ну да, немножко рис переваренный и получается более тепнёй такой. Перловка так все отдельно, такая какая-то немножко такая помаслянистая, пожирнее как-то. Здесь, ну, не знаю, рис. Вот только состояние риса. Ну что, следующий образец у нас гречневая кашка будет с говядиной. Сейчас открываем ее, разогреваем и пробуем. Образец номер три гречневая. Посмотрите, да? Я вот ещё раз в подтверждении, сколько вот мясных продуктов положено в эти консервы мясного. Очень много. Прямо тушёнка кусками попадается. Вот, пожалуйста, она и на ложке, она и здесь. Вот это среди каши просто кусок мяса. Наташа, смотри. Просто вот это чистое мясо. И вот чуть-чуть каши. Ну вот, сейчас разогреваем. Поначалу пока она холодная, она, конечно, тоже немножко такая комком. Так, образец три. Подогрелась у нас гречневая каша. Друзья, посмотрите, говорю, или у нас так попалась, такая банка или такая партия. Но здесь мясо больше всего, больше, чем в других морцах. Раз, два, вот, сплошными большими кусками. Ну, жир немножко растопился, да. Не сухая каша хорошая. Ну, пробуем. Пахнет вкусно. По минуте греем, микроволновка, зверь какой-то. Слушай, ну, ожидаемо хорошо на вкус. Очень даже прилично. Как думаю, просто гречку смешать с тушенкой, с хорошей. Мне кажется, все вкусно время. Ну да. Гречка с тушенкой. Кажется, это тоже светло. Вот это мне лучше. Ну да, да, гречка пока что победитель у нас. Гречка с тушенкой. О, мясо. Шмоты. Ну-ка, в ротик его. Повторюсь, это тушенка вот на наш вкус. Даже полный не испортился. Она одна из самых вкусных, да. Единственный из трех образцов, которые решили банку полностью доесть. Эти два по половинке мы съели, а гречка просто прямо великолепная. Много мяса, сочная, ароматная. Так что гречку сейчас докрываем и доедаем полностью. И у нас остается еще четвертый образец, это голубцы ленивые. Ну-ка, для них, наверное, надо будет сметанку принести, да. Для полного, наверное. Друзья, три образца позади у нас, да. Гречку мы доели полностью. Наташа сказала, говорит, что подытожит. Жирновато. Немножко жирновато. Потому что мы в составе вычислили, везде добавлено, помимо вот говядины, да, жир топленый, жир свиной топленый добавлен. Чуть-чуть жирновато. Не знаю, я скажу, по мне нормально. По мне нормально. Перловая немножко была перепертана, печеная. По мне, вот я свое мнение, рисовая, она немножко тепнёй, не очень. Гречка, блин, самое то. Остался образец голубцы. Сейчас вскроем, подогреем. Знаешь, почему ты у тебя самая-то, что ты все с хлебом ешь? А, ты же хлеб, там тебе кажется жирно? Ну, может быть, да. Не даешь хлебом, тебе кажется, что не так. Ну, ясно. Наташа противница хлеба, да? Я не противница, я просто не ешь. А с чем ты хлеб ешь вообще-то? С колбасом. И с сыром. Ну, ладно, хорошо. Сейчас принесу тебе колбасу. Мне кажется, я елась. Так, образец номер 4. Сразу видно, что цвет отличается. И там бульон есть, в отличие от каши, да? Вон, бульон. Потому что здесь томатная паста добавлена. Сейчас вывалим в тарелочку, греем. Посмотрим, что будет на вкус. Друзья, решили мы и голубцы всю. Потому что это у нас, грубо говоря, обеда-ужин уже время, да? Рисовую, перловую половинки съели. А голубцы я прямо с бульоном все вместе вылил. Вот так вот выглядит. Выглядит красиво и аппетитно. Но сейчас подогреем, посмотрим, что на вкус. Бери вилку. Так, голубцы подогрелись. Надо сметану или будем без сметаны пробовать? Чистый вкус, так сказать. Что нам производители представляют? Я попробую съедобно. Мы обычно ленивые голубцы. Ты добавляешь томатную пасту, или не добавляешь? Когда ты дома, говорит, нет, да? Нет, нет, нет. Вообще, в классическом варианте там в конце добавляется... То есть, когда делаешь, там, там, по-моему, сметану или майонез с томатной пастой тут все вот это поливается. Поросенок. Я не добавляю. Ну, ясно. Ну, пробуй. Мне кажется, ничего. Забалансировано так вкусно. Опять перченое чувствуется. Опять чувствую перченое в конце. Нормально. Или домашнее вкуснее? Ну, домашнее вкуснее, конечно. Теперь перченое немножко опять, нет? Мне кажется, что нет? Ну что, Наташа, давай подытожим нашу дегустацию. Посмотрите, друзья, мы голубцы доели полностью. Усталось только бульончик. Ну, как в каком-то порядке ты расставишь? Что тебе больше всего из четырех образцов понравилось? Гречка. Ну, а дальше? Перловка. Перловка. Меньше всего голубцы? Ну, наверное, да. Рис с этим. С душевником и голубцей. Ну, по мне, друзья, голубцы... Вот, я не знаю, я сижу, у меня во рту горит после них. Во-первых, этот бульон немножко, он такой, мне кажется, кто страдает этим, может быть, изжога с него потом какая-нибудь. Может быть, не знаю. Но ты все-таки обезхожу. Ну, у меня хлеб уже кончился. Поэтому ты почувствовал больше. И, значит, это, что я хотел еще сказать про голубцы. Мы вот, Наташа, без камеры обсуждали, что капусты почти не чувствуются. Чувствуется фарш, чувствуется, ну, там, какие-то... Ну, вот если закрыть глаза и сказать, что это на вкус, капуста не чувствуется классически. Может быть, перебивает, потому что еще вкус вот эта томатная паста. Мы обычно не кладем томатную пасту. Вот. Что еще про голубцы? Я, наверное, поставлю тоже на первое место гречку. На первое место гречку. На второе место... На второе место я перловку поставлю. Рис я на последнее. На третье место я поставлю голубцы. Мне голубцы больше понравились даже, чем с рисом. Ну, вот. Потому что они такие не сухие, ничего. Ну, немножко единственное, что говорю, островатые. Вообще, в принципе, да, я вот хотел сказать, что это, может быть, мы сейчас сыты и так далее. Если, как говорится, брать для какого-то вот для дачи, для похода или что-то покушать за милую душу все четыре образца, правда? Вот этого производителя, совок, я еще раз убедился, что не только тушенка, но и каши в их исполнении очень даже съедобные и приличные. Друзья, на этом все. Пишите, комментируйте. Пробовали ли вы, производители вот этого, да, такие каши и так далее. Все, до новых встреч на новых дегустациях. Увидимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова